В присутствии всех сторон 18 октября состоялось заседание Бендерского суда по исковому делу теперь уже бывшего начальника городского управления внутренних дел Сергея Ханкевича и начальника криминальной милиции Павла Исаева к Андрею Баданову и Григорию Воловому. Напомним, что иск появился после того, как Андрей Баданов дал интервью Днестр ТВ, в котором он рассказывает, почему он был задержан и о том, что произошло с ним в камере изолятора временного содержания и как попал в больницу с многочисленными травмами. В интервью он рассказывает и о том, как он по просьбе офицеров милиции оказывал помощь управлению внутренних дел в виде топлива для нужд управления. Полковник милиции Ханкевич и его зам обратились в суд за защитой своей чести и достоинства, которые, по их словам, пострадали после этого интервью. Заседание суда началось с прений сторон. Павел Исаев и Сергей Ханкевич, которые в апреле этого года получил повышение по службе, по-прежнему считают исковые требования обоснованными. Обязать компанию Днестр ТВ разместить сведения о том, что другой подарок, часть того, что он якобы передавал бензин, мне, значит, сведения являются недостоверными и подарок выплатить денежную компенсацию, запрещенную мне моральный ущерб. Андрей Баданов, выступая, отметил, что суд длится год, и за это время никаких конкретных доказательств со стороны истцов в суду не представлено. Суд 30 год, и за это время никаких конкретных доказательств со стороны истцов в суду не предоставлено. Показания гражданина Анатолий Зимова, да, он всегда носит субъективный характер, а в целом, ряд причин, два других свидетельств со стороны истцов ничего убедительного в суду не предоставили. Основной свидетелью Маленину, Ксения Арману, в суде не допрошено. Что единственное свидетельство в суде, то, что встреча из суда Кункевича и Исаева с Бадановым в летом 1960-го года действительно имела место. Что я никогда не скрывал. Задержание данной встречи, к сожалению, мной истцами, предлагается по-разному. Если не смогли показать в суде, какие-нибудь требования словами, я это скрепил, нанеся еще ответил его в репутации и причинил мой аморальный бургет. Причем, к чужих денег, никто из истов не обращался, насколько нам известно. По работе истов все уверенно, стабильно, а гражданин Кункевича получил поручение по службе в апреле 2013-го года. Образ в отходе с 90-х мне не слухом. Поэтому крысить это проблему между местами и подками с 90-х я не мог. Даже сегодня, спустя в год, после вывода в интервью Международный ТВ, я утверждаю, что сказано мною обрушение из того права, которое никакой образом не скрепляет граждан из Кункевича и Исаева. Сказано мною, нет ни одного слова, ни одного брода речи, который в осознании исчезнет из строительства. Также в Международный ТВ нет оснований привыкать поставленную в апреле 2013-м году информацию, так как в судебном предприятии истине не смогли со 100% доверенностью подвергить ее и ее привык. Еще раз повторю, что в судебном заседании есть мои слова против плод писцов, других доказательств нет. Уважаемые председательствующие, прошу обратить внимание, что в информации представленную мною в Международный ТВ нет ни одного закрепильного слова, а тем более выражение, унижающие в числе строительства, прочие к логеризации граждану Кункевича и Исаева. За то, что мои слова Кенка были интерпретированы по-своему, но думали, я ответственности нести не могу. На основании можно, наверное, что суд за удовлетворение иска Кункевича и Исаева Баданова отказать. Сторона защиты и ответчики в выступлениях просили суд в удовлетворении иска отказать. Чем реплика Баданова отказала вас? На данный вопрос Сергей Баданович Кункевич отвечает тем, что Бадан выставил меня преступником из вихих 90-х. Что значит, мы спровоцировали эту встречу, вызвали его на нее, наехали на него и потребовали от него, чтобы он нам перечислял по 100 литров бензина. Мне лично и Исаеву. И что он, как гражданин, был вынужден в своей зарплате покупать, значит, талоны и передавать нам. Мне и Исаеву. Через какого-то там были фамилии какие-то там, не знаю, через кого-то. Меня это оскорпило. Я прошу суд обратить внимание, что ни одно слово, сказанное Кункевичем на ответ, не соответствует сказанному Баданову в интервью. Далее. Задавая вопросы, в чем выразилось унижение чести и достоинства, какими конкретными словами унижена ваша честь и достоинство, цитировалось сказанное Бадановым Андреем Владимировичем, причем сказанное им не содержит ни оскорбления, ни унижения чести и достоинства как Анкевича Сергея Павловича, так и Исаева. Считаю, что искы не предоставили никаких доказательств того, что им была причинена униженная честь и достоинство, и также был причинен моральный уред. В связи с чем, я считаю, что данный иск незаконен, не обосновлен, и прошу вам полностью отказать. Данный судебный процесс знаковый для нашего общества. Это при досережных изменениях, потому что раньше представить, чтобы офицеры милиции подавали в службу по защите части и достоинства, было невозможно. Просто-напросто милиция, органы ОВД от этого отмалчиваются. Сегодня уже действительно около года, когда рассматривается иск важных руководителей в то время, в структуре В Индерского ОВД, которые требуют опровергнуть те или иные заявления, которые получали интервью ДНЭС А.В.Н. Мы проводили опрос населения, опрос интернет-пользователей, и сегодня, наверное, для кого не секрет, что популярность сотрудников милиции и населения крайне низкая. Очень важно то, что руководство МВД, наше руководство республики, сейчас поднимает шаги, чтобы эта планка была гораздо выше. Мне бы хотелось бы, конечно, чтобы популярность сотрудников погонов, милицейских погонов, была на достаточно высоком уровне, когда они доверяли, как примеры доверяют Грузии, после церкви. Можно, конечно, говорить о том, что деньги, которые, если в суд внутренней милиции, пойдут на детей-сирот, но вряд ли от этого сразу поправишь имидж нашей милиции. Почему не это поправили? Да потому, что до сих пор ни бывший начальник МВД, ни начальник криминальной медицины, не выяснили вместе с руководством МВД, кто же все-таки избил Андрея Батанова в стенах гитлорского МВД. Они об этом старательно замалчивали. Никто из сотрудников МВД не понес за это ответственности. Поэтому, если требовать такую деталь, как извинения в словах по произнесенным тем или иным фразам, то, по-моему, несоизменимо с тем, что произошло с Андреем Батановым в стенах гитлорского МВД. Об этом почему-то и сын. В душе. Но не более того. По моему мнению, исковые требования к Андрею Батанову и МВД не обоснованы. Это объясняется о следующем. Во-первых, Андрей Батанов давал интервью для места ТВ, находясь на больничной койке, куда фактически его затолкнуло притувание в стенах гитлорского МВД. Правильно? Далее. Андрей Батанов был в то время директором спецавтохозяйства. То есть руководителем. Следующий момент. Средства массовой информации в соответствии с законом ОСНИК МВД освобождаются от ответственности, если они дословно цитируют, отмечают длинные веточки, в том числе и официально выступления руководителя. Я так понимаю, что Андрей Батанов, в тот момент будущий руководитель, имел право на официальный рассказ о деятельности своего предприятия под взаимоотношениями с милицей. Кроме того, даже если с точки зрения права рассмотреть фразы Андрея Батанова о том, что происходила помощь милиции, то я не вижу в этом ничего криминального, потому что все руководители в городе МВД помогали и помогают милиции для того, чтобы решать те сложные материальные проблемы, в которых находится милиция, в связи с недостаточным финансированием. И это не секрет, даже если кто-то поверит, то такого не бывает. Я говорю о том, что пользователи интернет-сети, где размещается наше телевидение, активно обсуждали и обсуждают происходящий процесс. Вы представьте себе, буквально несколько человек выставили поддержку действий офицеров милиции, а остальные все категорически считают, что они не правы. Заслушав мнение сторон, суд вынес решение в пользу истцов. Израил Владимирович в качестве компенсации морального бреда 22600 рублей. Решение здравообжалования в Верховной суде, стихи, 910-3 мотивированные решения. Мотивированные решения уступили на сегодня 18 апреля. От комментариев офицеры милиции отказались. Закончилось рассмотрение данного дела, которое длилось очень долго. Считаю, что данное решение незаконно и необоснованно. В данном случае речь идет о защите чести и достоинства. Ханкевич и Исаев обратились к данным требований. И в связи с тем, по их мнению, что им причинен моральный вред, заявлены требования по взысканию морального вреда. Они не обращались за медицинской помощью, что говорит о том, что состояние здоровья их никоим образом подорвано не было. Действительно, выступая в прениях, мой доверитель сказал о том, что в настоящее время Ханкевич работает в Террасполе. То есть должность его выше, чем была. То есть он на повышение. То каким образом все-таки он нравственно страдал? В чем это выразилось? Доказать этому сторонами в процессе предоставлено не было. Считаю, что полностью решение незаконное, необоснованное. И, соответственно, мы будем обжаловать вышестоящую инстанцию, то есть Верховный суд по мэр. Прежде всего, если в 21 тысячу, да, по-моему, присудили, оценили моральные национальные страдания? Вы знаете, по судебной практике, я вам хочу сказать так. Даже вот, мне кажется, есть какая-то заинтересованность суда в исходе этого дела. По причине того, что по практике заявляемые суммы исковых требований, если суд считает, возможно, взыскает, но все равно суд снижает. Но тут взыскана конкретно та же сумма, которая была заявлена истами. И эта сумма, опять-таки, я считаю, что, во-первых, не обоснована. Моральный вред не рассчитывается, как рассчитывали истцы, исходя из стоимости бензина. Она должна обосновывать и компенсировать понесенные ими моральные страдания. В данном случае, так как я уже говорила, что никаких доказательств того, что они морально страдали, нет, то, соответственно, и сумма тоже, считаю, удовлетворение незаконно. Информация, представленная телекомпания «Днестр ТВ» 17 августа 2017 года, остается мною подтверждаемой. Я сказал правду и своей позиции не изменю, не превосходясь. По 21 600 рублей каждому из сумм. Таковы были изначальные требования офицеров милиции по возмещению морального вреда, причиненного Бадановым. Как стало известно из этого заседания суда, эти деньги Ханкевич и Исаев предполагают отдать детям из парканского интерната. Так ли это будет, покажет время и решение Верховного суда.